Всем привет! С вами я, Витя Фреско. Вы смотрите Крутальную пропаганду. Попалась мне тут недавно на глаза гибка одна с рецептами баклажанов. Я смотрел, смотрел, там разные были. И на базе увиденного у меня родился свой вариант. Очень простой, я бы сказал совсем простецкий, но, надеюсь, очень вкусный. Перечень ингредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика прочитаете, а сейчас приступим. Для начала надо начистить картошки и отварить это пюре. Естественно, в подсоленной воде. Пока этот процесс идет, займусь соусом по типу баланьеза. Почему по типу он, собственно, сам баланьез? Потому что правильно готовится долго. У меня сегодня простецкое было. Все овощи я рублю мелким кубиком. И лук, и сельдерей степневой, и покой, и даже сладкий перец. Но обжариваем сначала овощи без сладкого перца. Слишком быстро сок даст, они начнут тушиться, не обжариваться. Для остроты надо еще остренького перца нарубить. У меня, правда, не слишком острый, поэтому вместе с семечками его буду добавлять. Овощи обжариваем до мягкости. Ну, например, до такого состояния. И теперь добавляю перец. Сейчас он тоже немножко станет мягче, и можно будет фашу добавлять. Картошка, между тем, уже сварилась. Сливаю воду. Прежде чем делать из нее картофельное пюре, там ей немножко постоять без крышки, чтобы вместе с паром лишняя влага ушла. Тогда она больше молока сможет себя впитать. А молоко в пюре вкуснее, чем вода. Так, что у меня здесь? Вот здесь все отлично. Можно добавлять фарш. Кстати, говяжий совсем не жирный. По большому счету, можно, наверное, любой класть, но мне больше нравится говядина в этом деле. Я же все буду сыром закрывать. А он жирный. Ну, а зачем мне лишняя жирнота тогда в мясе? Так, соли и черный перец сюда. Сухого базилика и оригано. И немного, буквально граммов, наверное, 100-150 красного сухого вина. Хочу получить такой очень яркий, насыщенный вкус. Смотрите, вино частично впиталось, частично выпарилось. Значит, время добавлять протертые консервированные томаты и перемешать. Все, пусть томится, насыщается вкусами, ароматами. Я, наконец, займусь картофельным пюре. Растолочь, добавить масло сливочного, обязательно молока. Регулярно мне рассказывают, что от холодного молока картошка темнеет. Не знаю, что это за сорт. Картошка такая у меня срок, мне тогда ничего не темнело. Отлично. Можно выкладывать слой. И вот теперь самое время пробовать соус. Сладкий перец, сладкая морковь. Ну, а лук были недостаточно сладкие, поэтому сахар все же добавлен. А вот с солью, перцем, кислотой томашек все в порядке. Да. Сейчас все в порядке. Конечно, это не полноценный мешабель. Консистенция не та. Ну, правильно я показывал. Ссылочка в углу. В описании ролика, если не забуду, то даже повешу. Ну, это тоже по вкусу очень неплохо. И второй слой сюда. И баклажан теперь. Их, на веру, кружочками. Выкладывать будут в виде рыбьей чешуи. Обязательно посорить чуть-чуть. Все у нас ушли из вкуса. Немного оливкового масла. Ароматного экстра-вежин. Все в проблему уху. Она уже разогрета до 190 градусов, верхний и нижний нагрев. Сначала надо подпечь баклажаны сверху, чтобы они так подрумянились. И только затем накрывать сыром. Если сразу это сделать, то баклажаны под вот этой сырной шапкой будут как вареные, а не подпеченные. Не то. А в моей духовке это займет за 3 минут 15-20. Я пока сыр на него взял два разных. Выбирать на свой вкус, какие нравятся. Отлично. И как только сверху баклажаны зарумянились, может, кряшки подсохли, кладем сверху сыр. Отлично. Начинка у нас полностью готова, как вы знаете. Баклажаны тоже подпеклись. Так что как только сырная шапочка дойдет до кондиции, город садится за стол. Готово. Начну я, конечно, с баклажанов, потому что все засевалось ради баклажанов. Вот этот вот вкус мальчик, смотрите, и сыр на нем подрумянился. Он такой, знаете, похрустывает слегка. Ммм, класс. Обожаю. Баклажан подпекся, подрумянился. Он не жирный из-за того, что я его не заливал чудовищным количеством масла. Там только чуть-чуть вот этого ароматного рюка масла экстравержен. Оно слегка такое, с горчинкой такой легкой. Классно. Баклажанчик слегка солоноватый. Так, теперь с остальной начинкой дать пойдем. Картфонное пюре. И немного этого самого соуса. Классно. Нет, конечно, если сделать классический балаезом, его долго томить, часа два, его консистенция такая будет классная, густая. Ну, так тоже очень здорово. Очень здорово. И, да, вот здесь добавленный, в обычном балаезе не добавляю сладкий пирец, я его положил и не ошибся. Он очень классный такой создает вкус. Такой сладковато, свежий, классный. Может, можно было еще и зелень свежее положить. К примеру, петрушки нужно любить. Ну, классно. Я не сообразил. Следующий раз, наверное, так и сделаю. Слушайте, я не удержусь. Я еще раз баклажанчиками тяну. Вот этого, здорового. Ну, с большим количеством сыра. Обожаю. Очень классная штука. Какое-то название я еще не придумал. Приложить свое. Что-то такое непонятное. Короче, предлагайте название. Огромное спасибо, что посмотрели. Готовьте эту штуку, не пожалеете. Сыр выбирайте на свой вкус. Да, время в духовке. Мне часто пишут, что удалось мне не так в духовке. Все духовки разные. Вот у меня нижняя часть греет сильнее, чем верхняя. Я поэтому располагаю вот эту посудину с баклажанами очень близко к верхней решетке гриля. Вот у вас, может быть, по-другому работает. Смотрите на свою духовку. Поэтому я очень редко указываю время, только там, где уж точно со временем не ошибешься. Чаще всего на внешний вид, говорю. Так вот здесь нужно класть сыр после того, как поверхность баклажанчиков сверху подрумянится. Если вы расположите свою посудину с баклажанами внизу духовки, она вас никогда не подрумянится. Они просто высохнут. Нужно располагать как можно ближе к решетке нагревающим, то есть к аптенам. Но при этом, конечно, здесь же сидеть надо. На этом позволю с вами прощаться. Напоминаю, по промокоду Флеско вы можете здорово закономить на ножах Самура на официальных сайтах. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока!